Я тебя вижу сейчас. Я тебя приветствую. Там в Индии погода какая? Сегодня, кстати, похолодало немножко. Ветер поднялся, потом вода прилила там, немножко пляж затопило. Но всё равно днём тепло и жарко. Это просто вечером прохладнее стало. Понятно. А в Москве? Скажи мне, у нас в Москве снег и 16 градусов мороза. Ну, немножко морозно, но сейчас скоро, наверное, будет опять потепление. У меня, вон, видишь, твоя шапочка ты мне подарил, когда рэп учил. Когда учил меня рэп делать и фристалл делать. Фристалл, как свободный поток сознания сопровождается ритмом. И там надо делать себе подкачку такую, входить в поток. И поток открывается, и ты говоришь ритма. В рифме, в рифме, в рифме. Свободный поток. А потом ты всё это запоминаешь. И поёшь потом в рэпе. Да. Да, именно так. Сначала это как изложение того, что в голову. Ну, легко же вспомнишь что-то, по настроению что-то говорить. Это как изложение. А в рэпе уже как сочинение. Да. Да, да, да. Слушай, а ты сейчас это делаешь или нет? Я каждый день делаю. Потому что я пишу альбом, и я вот себе здесь крышу соорудил. Сейчас. Покажи крышу. А вот слушай, а там слоник такой. Это ты сам сделал или как? Это Ганеш. Нет, это местные тут делают. И тут, в общем, всякие продают покрывало. Я вот в доме, где живу, сделал на крыше себе шатёр, чтобы на воздухе, под пальмами, под солнцем работать. У тебя ашрам получился, да? Ну, да. Это очень интересно, очень интересно. А ты знаешь, что там в Индии жил великий Шри Арубиндо, который написал «Приключения или путешествия сознания», который хотел создать нового человека. Но, к сожалению, он даже не смог своего друга ближайшего там из Запада, который он назвал «Повитро», ближайший друг, научить его даже за 40 дней укращать ментал. А мы в Школе Человека Будущего, некоторые у нас научаются за минуты и даже за секунды выходить на состояние свободного такого состояния, где нет страхов, конфликтов, стереотипов. Ну, то, что Нирвана тоже, что Будда учил. С таким большим наследием, как 3 тысячи 5 лет в Индии, с такой мощной философией. Откуда и Будда пришел, и Шри Арубиндо там оттуда и все другие. Кстати, Шри Арубиндо после него город остался. Он же, по-моему, создал город Айровиль, который, наверное, превратился в туристический город. Ну, там мне что-то потрясающе, что вот при таком большом наследии философском. Сколько ты встретил там йогов? Ну, тут каждый второй йог. А ты первый из них, нет? Ну, я тоже. У меня вот тут коврик. Я тоже. А таких... Тут был один, один есть Баба. К нему все ходят. Он тут живет недалеко. Он сидит в лесу у себя под пальмой. И целыми днями в медитации. И вокруг него куча людей сидит. Но потом оказалось, что они там курят марихуану. Поэтому ему нужно приносить туда всякие печенья, всякую еду. Вот. Но мы пошли посмотреть туда, но там были его заместители. И мы решили не подниматься, потому что он отсутствовал. Может быть, имелось в виду, что он отсутствовал в сознании. Но мы не стали проверять. Ну, понятно. Ну, я вот тоже подозреваю, что там на квадратный километр среди тысячи, может быть, или сотен людей один йог, который более-менее понимает, что это такое. Если повезет. Если повезет, да. В принципе, это же ведь продукт, так сказать, для торговли. Да, да, большой бизнес. С фокусами там. Я видел очень много роликов, как там человек в воздухе висит. Оказывается, у него там труба такая специальная, в руке для халата, и таким образом асфальт вкручивается, и он там висит. Но они же, люди, этого не знают и думают, что он на самом деле летит. Дело в том, что понимаешь, что человек востока, он погружен в себя, и когда человек востока говорит, я летаю, он имеет в виду внутри себя. А западный человек говорит, я летаю, он имеет в виду на самолете. А когда люди не знают разницу языков востока и запада, вот их так легко обманывают. Да, но тут вот я видел, делают упражнения ключа многие. Двоих видел уже. Они что, это как упражнения йоги делают, или они просто действительно ключевые наши упражнения? Ну, я видел на пляже, вот вчера девушка делала сначала хлопки, и я подумал, ну, наверное, на подсознательном уровне. Но потом она начала делать лыжника. Да ты что? Ну, слушай, наши люди, наверное. Они как выглядят, как наши туристы, или это индийские? Ну, это туристы было. Ну, понятно, это из наших, да. Сейчас у нас школа, вот, человек будущего, школа Homo Futuros развивается, я тебя жду, когда ты приедешь, чтобы поднять выше еще на орбиту. Потому что тогда мы пытались и рэп показать, как устроено, потому что удивительная вещь, удивительная вещь, конечно, которая научает человека снимать зажимы, входить в ритмы. И на этом примере можно было бы многое объяснить психофизиологических механизмов работы мозга. Ну, это очень интересно, очень интересно. Да. Ну, вот я себе такой выработал подход, потому что я себе поставил цель записать альбом до возвращения в Москву. Ну, песен хотя бы восемь. У меня половина, в принципе, уже готовы. Вот. Ну, еще хотя бы пять песен. И я не могу сидеть и ждать вдохновения, как многие. Когда ставишь задачу, уже надо постоянно находить. И я вот выработал для себя оптимальный процесс. Это вот упражнения, ну, либо йога, вот, раскрепощение тела. И потом я беру просто телефон и напеваю, или беру виртуальное пианино, настукиваю мелодии. Ну, да. Ты себя индуцируешь, индуцируешь. Вот, как вы тогда читали фристайл, вот я его много, куда-нибудь уезжаю в какое-нибудь поле рисовое или в джунгли, где никого нет. И там, значит, все это записываю, не стесняясь, что я что-то не так, что я споткнусь там или что-то, потому что никого нет и гигабайтов сколько угодно. И страха за ошибку, и чем больше ошибок, тем богаче живопись. Я вот так и рисую. Да, кстати, да. Чем больше ошибок делаешь, вот, когда я беру, допустим, человека, которого хочу научить рисовать, но это не акварель, потому что акварель, когда рисуешь, пятно поставишь и не исправишь. Это масло или там гуашь, там, или там акрил вот сейчас вот на холсте. И я, значит, и говорю, чем больше ошибок, тем богаче живопись. Делай ошибки, делай ошибки, делай ошибки. Он уже не боится делать ошибки, раскрепощается. А потом там рукой мастера чуть-чуть подправит, и уже все, раз, и получается. Вот. Очень жаль, что, по крайней мере, в музыке получается, что именно творчество, поток, это процентов 5 времени, а 95 это все уже техническая, рутинная работа. Как это все довести до уже отредактировать? Вот именно. Вот именно. Я надеюсь, Магомед, мы в следующий раз поговорим о том, потому что это очень большая проблема, как вот нам в нужный момент переходить из рутинной жизни, из рутинной бытовщины ежедневной. Как говорил Пикассо, искусство – это деятельность, которая помогает человеку стряхивать пыль с повседневности. Искусство. Поэтому, как нам переходить из обычного состояния, когда наш мозг занят какими-то там решениями вопросов, ЖКХ там или где денег взять, или как купить билет, куда доехать там, или стоять, ждать на перроне, когда поезд подойдет. Вот это все рутина. Как переходить в любой этой ситуации неприятной, которая истощает наш мозг, потому что человек все-таки homo futurus, человек будущего, он вообще-то человек-изобретатель, создатель нового, потому что если мы не будем развивать у человека сегодня качество человека будущего, роботы нас заменят. А человек как раз отличается тем, что роботы нас не заменят. Только человек делает открытие. Роботы и никакой искусственный интеллект, это открытие делать не сможет, потому что... Ну, я потом расскажу, почему. И вопрос заключается в том, вот этот переход, когда мы находимся в состоянии ручного размышления, в состоянии творческого, открывателя, открывателя. То ли ты рэп там создаешь, то ли я картину пишу, или книгу там заканчиваю, то ли кто там психотерапией занимается. Вот, например, насчет наследия йогов, все психологи, все психотерапевты вообще на самом деле эксплуатируют давно-давно известные техники йоги, медитации и так далее, которыми тысячелетия раньше люди занимались. Правда, правда, у меня был один настоящий такой бизнесмен, очень тяжелый такой мужик такой, который йогу знает прекрасно, историю знает прекрасно, в Москве он был, такой крутой бизнесмен. И когда я ему показал, как руки расходятся по его желанию, он говорит, о, новое направление йоги. Я говорю, не-не-не, чтобы ты знал, чтобы ты знал, это не новое направление йоги. Ну, короче говоря, мы тоже что-то сделали, чего они раньше не знали. Я очень рад, и хорошо, что ты уже говоришь о том, что вот сейчас вот свободный поток сознания, как ты его используешь, и в следующий раз я тебе задам несколько вопросов, как ты эту редакторскую потом работу, от вдохновения переходить к этой редакторе, которую тоже можно было бы сделать на таком потоке очень быстро и хорошо. Вот как соединять вот эти вот вещи. А, вот это было бы шикарно. Тогда я жду следующей встречи, Магоми. Я тебя обнимаю. До встречи. Хорошо, хотя Магоми. Пусть у вас в Индии будет хорошая погода. Я надеюсь, все-таки, несмотря на там небольшие похолодания, ты себя там лучше, наверное, чувствуешь. Хотя ваша погода все-таки в Индии, в Индии это, конечно, совсем другая погода. Я тебя обнимаю. Ладно, обнимаю. До встречи. Пока.